друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что у меня появился телеграм-канал ссылочку на него и обязательно закреплю в комментариях ну что ж сегодняшний ролик уралки и сарафана под названием дома завал и разруха нам ставят окна вы знаете ребят сегодня уралочка решила себя а с утра пораньше не показывать как сказал сарафан дабы не напугать народ ну что ж уралочка я тебе искренне завидую ты знаешь такие комплименты от мужа это просто мечта каждой девушки каждой женщины это конечно очень сильно да особенно когда это сказано не в шутку где-то там за закрытой дверью как я всегда говорю за замочной скважины а когда это сказано именно во всеуслышание на всеобщее обозрение это конечно очень приятно когда собственный мужик на весь белый свет говорит о том что ты страшна как атомная война и лучше действительно тебе так не показываться народ распугаешь иначе начало ролика ребята уралка сонным присонным голосом чуть живая видно что но не привыкла не привыкла она просыпаться вместе с сарафаном в такое раннее время восемь утра для них это просто что-то с чем-то еле говорит меня сарафанчик растолкал потому что это растолкал по той простой причине потому что в девять должны прийти строители а так бы хрен бы ее кто растолкал уралка бы из берлоги не вылезла бы точно до обеда причем вы знаете картина маслом ребята это надо было видеть на кухне в кальсонах друзья мои каких-то непонятных которые зажеваны были у него во всех местах уж не знаю откуда они эти штанцы достали да уже боюсь даже представить учитывая что и покойного мужа куртку использовали и обувь использовали да но понятное дело штаны бы конечно сарафану покойного мужа николая уралки были бы естественно велики уж не знаю чьи там эти кальсоны но сарафан готовит завтрак представляете научился же где-то полгода тому назад прошел у уралочки курс молодого бойца и жарит яичницу мне причем понравилось как уралочка сказала сафарчик готовит завтрак себе жарит яичницу себе а еще себе пожарил сардельки они все в масле все зажаристые не я такое есть не буду я лучше бутербродик да бутербродик съем друзья мои вот это новость вот это шоу да то есть смотрите сарафан пришел на кухню дабы приготовить себе завтрак себе ключевое слово а теперь скажите пожалуйста вот реально скажите кому бы из вас понравилось если бы вы бегали вокруг своего мужа да ну ребят детей не будем брать во внимание а вокруг своего мужа да и это тебе на и вот я тебе положила и вот это туда и вот это сюда а ваш муж в кои-то веке раз пятилетку или в десятилетку пришел бы на кухню и соорудил бы там завтрак но не для вас а для себя любимого вы знаете я уверена что вам бы это не понравилось если честно я бы такого прикола вообще никогда не поняла у нас даже муж когда у нас выходной день и мы спим отдыхаем и муж когда уходит уезжает на работу надо там проверить там объекты и так далее все это проверить проконтролировать всегда приготовить завтрак для нас для всем всегда я не представляю вот честно я бы лично обиделась нифига себе я значит каждый день стою готовлю для всех а он в кои-то веке решил приготовить и только для себя любимого ребят о чем это говорит это говорит о том что ему на нее вообще насрать с высокой колокольни он такой заботливый да уралка действительно только заботливый муж может раз пятилетку встать к плите и приготовить завтрак исключительно для себя любимого для тебя он даже не подумал ведь даже если как ты сказала я не люблю все такое зажаристая уралочка не рассказывай мы видели миллион раз как ты точно так же жарила сосиски зажаривала колбасу и так далее пусть даже не до такого ужасного состояния да но все равно жарила жарила прилично вареную колбасу как ты готовила яичницу мы тоже видели и сама ты все это дело ела просто он вообще плевать на тебя хотел но даже если представить что ты хотела что-то другого неужели ему было сложно пока все это жарится приготовить себе бутерброды которые ты хотела и приготовить себе кофе да конечно же нет это сделает любой человек который заботится и любит свою вторую половину а здесь ни любви ни уважения ничегошеньки не уж тем более никакой заботы поэтому уралка заканчивает триндеть а вранье полнейшее ни в коем случае тебе сарафан вообще даже близко не заботиться далее она говорит ой но я-то себя не показываю в этот момент гоготь сарафана да а то еще грит всех напугаешь не ну круто не ну здорово я говорю это же прекрасный комплимент от заботливого мужа а теперь все кому стало смешно просто на себя перекиньте вот эту ситуацию я говорю всегда надо ситуацию примерить к себе и как бы вам вот эта ситуация я могу сказать что но это это оскорбление да это реальное оскорбление ладно это можно поржать когда вы еще там один на один до остались как говорится вы можете посмеяться и так далее но это выглядело действительно как оскорбление за окном друзья мои показывают что у них уже вовсю лежит снежок в общем да уже холодно но наши наши вот эти товарищи которые нам вовсе не товарищи ну времени же больше не нашлось как менять окна летом же это было сделать нельзя ну или допустим в сентябре месяце когда было еще тепло да надо было вот прям дождаться снега и в аккурат в этот момент все это дело сделать вчера кстати приходила в телеграм-канал зрительница которая проживает в ревде и она как раз таки нам тоже отправила фотографии скинула фотографии в мой телеграм-канал и там как раз таки уже да было видно что они значит меняют окна далее друзья мои далее что она говорит ой может мне тогда говорит попить кофе с молоком он говорит ну можешь ну я так думаю что уралка скорее всего надеялась на то что сейчас она ему скажет да может мне кофеечку попить и он дернется встанет и начнет ей готовить кофе но не тут то было он говорит ой а хлеба то и нет уралка тут же метнулась говорит ну хлеб то я тебе подам уралка яб на твоем месте вообще ему больше ничегошеньки не подавала после вот такого скотского отношения и тут же друзья мои и тут же да он зачавкал как всегда ну а я смотрю и конечно же понимаю насколько это высокие отношения даже даже вот даже вот даже говорить ничего не хочется уралочка жалуется что сарафан по ночам сам не спит и уралки спать не дает говорит будет меня постоянно вот говорит мы поздно с ним ложимся да а а вот тут и не встать потому что люди должны были прийти в девять утра а он меня начал будить с восьми давай вставай надо еще подготовиться и так далее ребят а я вот знаете о чем думаю хрен с ним с уралкой да и с сарафаном они то могут себе позволить поспать потом до обеда то что они поздно ложатся спать а учитывая тот самый момент что вы меня извините да что пацану с утра идти в школу не ничего ничего что они ходят там бродят да болтают туда-сюда они же и пацану в первую очередь смешают спать они же не дают ему выспаться он и так-то ходит ничего не соображает а тут еще и сна нормального человеческого нет ну и понятное дело когда у них состоялась встреча на эльбе да вместе с рихой вместе со сраилом вместе с тем семейством понятное дело что было продолжение банкета да уралка же сказала тогда что это была суббота я нисколько не сомневаюсь что было продолжение банкета как раз таки в доме уралки в квартире уралки да поехали туда там наверное гудели друзья мои очень долго но для них это все в порядке вещей и понятное дело они не случайно конечно же там встретились я об этом вчера сказала в своем обзоре они договаривались об этой встрече это было понятно и кстати вчера если кто не понял я вчера уже сказала о том что это эриха проставилась пиццы это не они покупали пиццу они купили бургеры и картошку фри а эриха купила пиццу и это было понятно потому что эриха распоряжалась этой пиццей это эриха и и купила но может быть из-за того что в кои-то веке и они должны проставиться да не только шкуралка должна с сарафаном их кормить и поить но и плюсом ко всему да мы же постоянно говорим о том что они на хлебнике как я уже говорила да ну и пофиг что они там в комментариях там за них там рвут и так далее но в любом случае ну да ладно друзья мои это все мелочи как говорится жизни а далее далее ой я говорит я говорит должна все подготовить сказала уралка ну до прихода работников и самое интересное я смотрю та которая должна была все подготовить стоит за кадром с камерой в руках ну а сарафан в этих кальсонах скачет друзья мои туда-сюда снимает все вот эти вот значит занавески все на свете а уралочка задает ему вопрос а какую тюль мы с тобой повесим он ту полосатую сейчас же не восьмидесятые и не девяностые как ты думаешь сказал друзья мои кутюрье дома моды представляете да модный приговор вести сарафану сегодня сарафан такой молодец ты знаешь сарафан правда глядя на твой лук глядя на твои вот эти вот ужасные ляпистые футболки я могу сказать что ты застрял так лет 25 30 тому назад ну на самом деле смешно а еще друзья мои когда я посмотрела на него вчера вот когда он шастал по магазину да когда он шел там а когда они ходили обувь выбирали да когда вот он шел в этой куртке куртки в этой он знаете выглядел как самый настоящий филипок куртка практически до колена да висит на нем мешком штаны тоже какие-то мешкообразные еще и в руках бабская сумка а это конечно было очень сильно это просто что-то с чем что-то говорит урал очка я прихворала сегодня да и тут же снимает нам себя во весь рост сегодня друзья мои наша красопета наша ляля полкило она знаете у нас сегодня без фильтров поэтому предна перед нами предстал большой такой знаете огромный необъятных размеров дирижабль да да прям вот во всей красе уралочка фильтры забыли наложить и тут же конечно же уралочка стала раз в пять больше себя как говорится любимой уралочка жалуется говорит вот у меня низкое давление давление видимо говорит на погоду конечно уралочка на погоду не на жрачку да не на гулянке со своими дружбанами да конечно же на погоду вот мне просто все время интересно а с кем ты пытаешься соревноваться с сарафаном так он тебя моложе на 18 лет с эрихой так она тоже тебя моложе да ну по крайней мере так говорит уж не знаю паспорта мы ее не видели да а со сраилкой так он тоже тебя моложе на значительное количество лет с кем ты постоянно соревнуешься ты пытаешься вместе с ними а не спать ночами но посмотри как на тебе это сказывается да далее далее друзья мои уралочка говорит ой вот говорит конечно еще бы поспать бы лечь бы поспать но говорит у нас уже работники пришли да уралочка хотела полежать еще похрапеть поспать до обеда что собственно она и делает постоянно на постоянной основе но пришли работники насколько я поняла пришли какие-то его земляки потому что я слышала там не русскую речь не знаю какая это была что это был за язык понятия не имею если честно даже мне это даже не интересно но я слышала там не русскую речь то есть если бы там сарафан с кем-то бы разговаривал да то говорил бы он тогда если бы это были так скажем да наши говорил бы он тогда на русском языке в общем здесь я услышала не русскую речь понятия не имею что там кто там у них не знаю может быть там потом еще покажут может не покажут опять же ладно это все мелочи далее далее значит а что-то говорит у нас далее далее друзья мои что-то говорит у нас уралка тут задняя часть у тумбочки отпала вот сейчас сафарчик и ему тут значит приделывает прикручивает уралка ну собственно не мудрено да учитывая сколько лет вот этим вот твоим уже шкафчиком тумбочком и так далее то понятное дело уже тут все как говорится наладан дышит глядя на дуню гогочут вдвоем над этой дуне и говорит ой у тебя глаза по полтиннику ну да учитывая что у сарафана глаз уже давным давно не видно у абдугани тоже у уралки тоже то конечно же нормальные глаза кажутся огромными глазами по полтиннику ну что уралочка уралочка друзья мои вы знаете сегодня кстати во всей красе обратите внимание заметно что косметику наша малоеха наша красопета не снимала даже с ночи вот только вдумайтесь на минуточку то есть видимо что такое знаете снять косметику что надо умываться на ночь да если ты накрашенная была надо снимать косметику уралочка ты не знаешь такое мицеллярная вода не не слышала ни разу но загугли тогда уж все таки как говорится блогер как никогда в любом случае ты женщина ты должна понимать что за собой надо ухаживать ни одна уважающая себя девушка или женщина никогда не ляжет спать не смыв косметику и очень понятно что это косметика вот как раз таки еще вчерашняя до вчерашняя косметика потому что если бы ты сделала свежий макияж что было бы видно что он свежий а так видно что у тебя все это потекло все это непонятно какое и ты даже не умываясь легла спать ну опять же ребят чё с нее хотеть ну вот такая вот она понимаете абсолютно да и все равно рыбу рыбу готовит пленку черную никогда не снимет хотя и миллион раз я об этом говорила да что черная пленка помимо того что это не эстетично да это нужно делать ее нужно снимать вычищать она еще когда ты ешь а это еще все будет горчить рыба будет горчить она будет невкусной да пленки из куриного филе вообще никогда не снимает то есть она вообще не понимает что это такое как и некоторые кстати люди а вот тут же за собой да элементарно взять ватный диск да взять мицеллярную воду и снять косметику привести свое лицо в божеский вид ребята потом встать нанести крем какой-нибудь и так далее да и уже спал ну это понятное дело все после вот как говорится да душ там принял все сделал и так далее не зачем зачем друзья мои еще она нам там рассказывает про какие-то там да рекламируют какие-то там крема крем там какой-то да еще какие-то там в эти господи забыла ладно вылетела из головы короче не суть важно за собой на не ухаживает от слова совсем короче друзья мои сегодня они по полной программе стараются сказали несколько дней и конечно же все у них будет замечательно ну что друзья мои мы с вами продолжаем их обозревать продолжение следует пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии всех целую обнимаю всем пока пока и конечно же до новых встреч